Всем привет! Вы на канале Сестрица в теле и Света. А меня зовут Кристина. А две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. И худеем дальше. Девчата, а сегодня с нами еще третья сестрица. Третья сестрица. Мы на косе приехали посмотреть все, показать вам и покупаться заодно. Девочки, смотрите, собачки охраняют сундук с деньгами. С сокаущицей. Как собачка вот эта скулила, что мне пришлось ей грудку свою дать обеденную. Да, только они, смотрите, вот хорошенькие такие. Не худенькие. А она проглотила и побежала. И скулить прекратила сразу. Да, подкрепилась. Вот манипуляции какие. Знают, как выпросить грудку. Мы уже приезжали на косу с одной из сторон. Там, где серфингисты занимаются, ну, вот этими всеми видами... По правой стороне, а сегодня мы по левой. Ну, мы не по левой, мы прямо на саму косу приехали. Но это левая сторона все равно. А вон правая. А качелька посередине. А качелька посередине, да. Мы приехали просто вот этот кусок пляжа показать. Девочки, вот это вот такое место, волна, искусственная волна. На ней мы забыли кататься. Но она сейчас не работает. А ты же собиралась показывать, как ты катаешься. А потом, когда откроется, ну, это уже в другое время, в другое ролик будет, пойдет. Обязательно покажем. Там внизу еще столовая большая, вкусная, а сверху смотровая площадка. Там осенька, если вы видят. В общем, это мы тогда и в столовую ходили, и тоже не сильно уж и дорого было. Ну, да. По столовкам тут хорошо покушать можно, нормально. Сей семьей и недорого. Здесь стоят качельки. Ты хотела на качель здесь? Пока болтаем с девчатами. Покатайся. Вон уже две девчонки загорают. Так сейчас еще шесть утра. Одна девочка только что йогу делала. Которая в купальнике именно. Сюда, на косу. Мы уже говорили. Ой, скрипучая качель. Не будем кататься. Сюда, на косу. Приезжают в отели. Помните, я говорила, вот там отель. Именно для серфингистов. Девочки, кто спрашивает. Вот. Отель для серфингистов. Вот, может быть, девочки как раз оттуда. Потому что, если они йогой занимаются. Мы говорили, что прямо сюда селятся люди, которые любят все вот эти водные виды спорта. Прямо хорошо. Они натренированы. Они обычно все это на прокат берут. Иногда со своими лодками приезжают. И там заселяются. И ходят каждый день, как только рассвет. Там рыбаки тоже уже как рассвет. О, ну их уже сколько. А пойдем так погулять. Не перечислить даже. Не пересчитать. Думаю, сумки не стыбрят. Никого нет. Там все наши денежки. Там никого нет. Наши. Мои. Переодевальные кабинки, кафешечки, бухгалла. Очень красиво здесь. Девочки, хоть и эти кабинки для переодевания есть, половина людей напрямую переодевает. Ну, это понятно. А половина, еще вторая, вообще не переодевается. Таксисты все время жалуются про то, что отдыхающие садятся в мокрых купальниках. Они, знаете, что делают таксисты? Закрывают дверь снаружи, чтобы клиенты не смогли войти в дверь, понимаете? Вы не зайдете в такси. Он вначале визуально осмотрит вас. В купальнике вымокаем или бою в купальнике. А потом только откроют замочек. Но мы вот сюда вот люди спрашивают, а как вас догадали, что мы отдыхающие? Девочки, каждый человек, который здесь живет, он знает, как выглядит отдыхающий. Во-первых, отдыхающие носят всякие шляпы. Потому что местные жители никогда летом не наденут себе на голову ручку. Мы настолько привыкшие к этому сушеному лучам. Максимум это кепку, но это и то редко. И то Света ребенку заставит идти, это детям заставляет. Мы уже привыкшие к 40-градусной жале, у нас тепловых ударов не бывает. А кто приезжает резко из холода, никогда в жизни на юге не был, обязательно оденьте головной убор. Вот по ним и опознают все отдыхающих. Во-вторых, свет козы все знают, что местные жители потихоньку, он с весны начинает прилипать к лету. И почти все уже ходят вот такого вот маленького загара, как мы. Отдыхающие, естественно, будут прямо беленькие-беленькие, как сметана. Ну как всегда какие-нибудь полотенца, пакетики. Надувные уже матрасы. Надувной матрасы обязательно. Какой-нибудь надувной крокодил или какие-то уточки надувные будут. Что это какие-нибудь такие с амашками? А у мужчин обязательно рубахи с пальмами. Это любимый атрибут, когда люди приезжают отдыхать. Поэтому очень... Фотопоят через плечо тоже. И сейчас спрашивают, а как вы догадались, что мы отдыхающие? Ну девочки, складывается сразу же одна общая картина о каждой семье отдыхающей. Поэтому тут сложно не догадаться. С первого взгляда... Приезжайте, всегда все рады отдыхающим. Конечно. Сейчас со всеми расплываются в улыбке. Здравствуйте, проходите. Я контролирую сумочки наши. Надувные горьки. Во, мы идем на качельки. О, еще одну поставили. Уже две качели здесь. Сейчас мы только за деньгами сбегаем обратно за сумками. Да, а то там подозрительные мужчины ходят. Ну это просто отдыхаешь. Девочки, качели все это бесплатно. Ходите, подходите, фоткайтесь, не стесняйтесь. Ну, единственное, что мы хотим сказать. На рассвете никого не будет. А на закате вы очереди свои не дождетесь. Мы почему на эту качель приехали рано утром? 6 утра. Да. Потому что, во-первых, очереди нет. Во-вторых, вечером мы ее даже не дождемся. Да. Ну, просто пощелкаться-то дождетесь. А нам-то надо посниматься. Девочки, вот эти вот все фотографы, все фотографы, они там будут со всеми, со своими... Я там больше трех минут не нахожусь. И то, я считаю, это много, три минуты. Ну, так есть же еще, помимо тебя тут сонтографы, они тоже тут, все пасутся. Ах! Девчата, мы уже разделись. Мы уже без юбок. Девчата, водичка, кстати, тепленькая. Удивительно. 6 утра, вода теплючая. Мы еще пойдем купаться. Не знаю, как света, я точно пойдем купаться. Девчата, вот тут вот везде можно купаться. Здесь глубенько, хорошо, классно. А вот прям с камней нельзя. Вот прям с камней. А вот там, если вы пойдете, где рыбаки, и на самой косе, вот там стык двух течений. Вот так вот прям. И там вороночки могут засосать насмерть. Так ласково говорю. А вот этот пляж, все-таки настроение классное. А вот этот пляж, где у нас есть, битком. И вот где мы прям стоим, все это здесь, где можно лежать, загорать, купаться здесь. Классно. И немножко глубоко, и вообще облогонно. Девчата, вот это районе называется городского пляжа, детского пляжа. Это, многие говорят, если я на каменьке поселюсь, мне сюда близко. Нет, девчата, если вы поселитесь как раз в районе пляжа, вот тут, тогда тут близко сюда, то на каменьке поселиться, там каменька близко, набережная, вот так. А здесь вот, что мы говорили, если вы поселитесь у наших родителей, то вот это близко пляж. Они живут в этом районе. Я живу на каменьке, в другом районе. Здесь как раз там, другие, другой отдых. Девочки, здесь всегда полно людей, отдыхающих. Здесь всегда весело, классно. Это мы с 6 УТА приехали. Вопрос как раз был. Если мы поселимся в районе, там, где у вас родители живут, где здесь можно ночью на дискотеках потусить? Вот как сюда и приходите. Вот Елена вот здесь есть. Потом вот та дискотека, которую мы снимали вот на днях. Мы ровно неделю назад. Где паус, вот там. Там у нас как раз ролик, где мы вкупали, как сфотканы на превью. Да, где винсерфингист. И ролик и называется, там, где что-то отдыхают, винсерфингисты. И вы как раз там увидите, вот эта дискотека, она вечерняя. Там прямо бар, сюда же наливают спиртный алкоголь. Одна девочка тут написала еще в ролике, под роликах. Там, где отдых, там нет алкоголя. Девочки, не может быть такого. Это хорошо, что может там, где вы отдыхаете, у вас там нет алкоголя. Но 90% людей отдыхают все равно с помощью привода. Совместимо с алкоголем. Поэтому мы говорим, те, кто без алкоголя, вот сидите. Вот девочка как раз утро йогу делает. Там точно будут такие люди, которые вас поддержат. А обычные все люди селятся, где хотят. И тусят тоже, где хотят. Девчата, везде. Тут даже есть круглосуточный магазин, где... Не магазин, а все эти бары. Почти все круглосуточно работают. Можно хоть в любое время ходить. Девчата, если мужья любят пиво изливное, во всех столовках оно есть. Вот столовая Елена, пожалуйста. Ну, пока нет, все алкоголь есть. Ну, я к примеру, даже самолёвкая. Все-таки пили все остальное. Вон, пошли отдыхали, на смотровую площадочку залезли, пофоткались. Тогда все бесплатно, вход свободный. Качельки, которые мы сейчас снимем, тоже везде поснимались, пофоткались. Выпили, позагорали, покупались. Замечательно просто. Да, как раз, пока там муж сидит, такие усы убьет, можете с нас появить видео поснимать. Потому что бывает, что не сильно, что не любят все. Оставь меня в покое, идите куда хотите, а я тут пассирую в баре. Ну, главное, что он домой не зовёт. Хотя бы его можно подманить этим пивом, допустим. Хай сидит, пьёт, а ты везде снимай. Подманить. Да. На живца. На живца. Их только так можно подманить. Уже не гауди, а пиво, понимаешь? Не, просто с многими мужчинами говорят, я приехал сюда отдыхать, а не бегать по твоим экскурсиям. Я хочу спокойно. Я весь год работала, чтобы вы все отдыхали, а теперь я хочу спокойно отдохнуть. Оставьте меня все в покое. Это одна и та же песня у всех мужчин. Они на фотосессиях еле-еле могут 10 минут вытерпеть. Да, Света? Не, я на фотосессиях задействую мужчин минуты три. А, даже три минуты. Если мужчина активный, то минут семь, это максимум. И с часа. А остальное весь час только детям. А потом спокойно идёт куда-то по своим делам, да? Да. С детьми там полчасика, а большее время женщины просто. Девчата любят фоткаться, они всегда рады. А мужчины вот одну секундочку всего лишь. Девчата, котельки, мы до них дошли. Ру, Гриста, садись. Ну, мы сейчас всё поснимаем. Мы опять убежали от наших сумочек. Иди ко мне, дорогая. Да никому не нужны наши сумки. Ну, у меня там все мои деньги. Но мы паси тогда за сумочками. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Ты в обуви? Да. Я уже накинула обувь. Интересно, они расклеятся? Точно расклеятся? Вон рыбак сидит. Не видно его. Девочки, смотрите, время полседьмого, ну, около семи. Видите, надо приходить шесть часов, чтобы нормально подниматься, потому что уже очередь даже около семи часов. Да. Ну, чтобы просто видео снять. Ну, это если видео, все вы фоткаетесь, что, пофоткался? Пойдем снимать, да. Беги, Кристика, на качельку. Девочки, меня тут немного поисправляли. Кристина, один размер – это минус шесть, минус семь килограммов в среднем. Зависит от того, как объемы уходят. Ну, девочки, это я приблизительно сказала, один размер – около десяти килограммов. Потому что, например, я была, размер носила, когда вот похудела на двадцать с лишним килограммов, я размер носила шестьдесят четыре, шестьдесят шесть, смотря что. А сейчас где-то шестидесятый ношу. По груди шестидесятый, а тут пятьдесят восьмой. Да, ушло где-то два, на некоторых вещей три размера. Вот, и у тебя тоже, да, большой был размер? Пятьдесят четвертый? Пятьдесят четвертый, штаны у меня были, брюки, пятьдесят шесть, пятьдесят восемь даже. Да, оказывается, слово, что ныне существует, девочки. Тучимся, а то, что вам все это слово вообще говорить. Бжинсы я покупала. Станишки, панталончики – это все то, что вам все говорить. Это только такой сленг, просто. Девчата, вот, кафе – это Алоха. Я все не могла вспомнить, как оно называется. Вот смотрите, мы обошли, вот эту девочку вечерки поругались и закачались. Ой, ужас. Надо было нам на три минуты просто снять фото. Просто мы там стояли, ждали, минут 15, уже даже к 20 минутам даже подходило. Они никак, мы уже подошли поближе. По-хорошему. Да, по-хорошему. Девчата, дайте тоже сфоткаться. Они такие, а мы только начали. И неизвестно, когда закончим. И смотрю, мы будем в купальниках. Ну, думаю, ну, это вообще бая-зота. Это вообще для всех сделали, просто поселкались. Я говорю, ну, пожалуйста, дайте другим тоже. А кто установил эти правила? И давай пайва качать. Ну, вот Света, она же фото. Света вообще фотограф. И они по вечерам, вот, минут по пять сфоткались на этой вотке. И вообще вся очередь, допустим, пощелкались ушли, пощелкались ушли. Все люди так делают. По чуть-чуть, да. Все культурные люди все так делают. А эти ж курицы, просто других слов нет. Мне просто, мы так сцепились с ними, я подумала, вроде девочки молодые, а уже как будто, не знаю. Знаете, вот в очереди кто ругается, такие прожженные такие. Я говорю, ну, девочки, дайте одну минутку, мы пощелкаемся и уйдем. Ну, только и семи-минутку, знаете, такие баяни. Вот они установили там. Ну, мы пощелкались, пошли, смотрю, семья подошла. Ребеночек сел, пощелкался. А маме так и не досталось. Эти стали и выгоняют. Мама, папа, они хотели семьей на нас фоткаться. Нет. Вот такие, как всегда встречаются индивидуумы, такие везде, во всем. Всегда. Ну, наглость, вторую часть. Вот это вот место рыбачит, а там дальше и яхты. Девчата, мы с той стороны, когда снимали, подходили к этому месту, вот тут показывали как раз рыбаков. Это вот все шкаса как раз. Там, получается, туристы здесь, айбаки, а там яхт-клуб. Про мороженое. Девочки нас тоже многие поддержали, что сейчас летом не могу удержаться и не могу похудеть из-за шашлыков и мороженого. Что мы, что жарим каждый день почти шашлык и каждый день уйди мороженое. Девчата, да, многие же говорят, что то на Новый год не могут похудеть, а потом летом такая же история. Многие думают, что летом хорошо похудеют, но потом начинается... Шашлыки мои, вот сюда. Ну, не только шашлыки. Вы же ездите отдыхать и начинается столько соблазнов, всего вкусного. И в кафе вроде бы, вот ты приехал в какую-то, например, определенную кухню, захотелось каких-то тех попробовать, которые ты никогда не ел. Начинаешь, то заказал, то заказал. А потом раз пришел еще в номер, а там какой-нибудь шашлык готовится, да? И там еще шашлыка попробовал. А давай еще мороженое, а давай вообще спать не пойдем. А поехали сейчас в бар. Ой, а давай в баре пару коктейлей. А потом клубникой запустить. Как раз клубнику можно только до обеда, ты уже налопался в 12 час ночи, назакусывался клубникой какой-нибудь сладенькой. А потом потяжой пояснулся, аппетит какой-нибудь еще. А потом еще песни пляски, и ты оказался в другом городе, да? А ну тогда лучше похудеть так можно, с песнями-то плясками. Еще вместе с цыганским табором. Про это всегда говорю. Оказался неизвестно где. Что, мы же так и выйдем через Алоху. Мы, конечно, так и пойдем. Да, а то я тут побросала вещи. Там же можно и выйти. Да. Ну как водичка? Девочки, пока прохладненько. Ну еще, конечно, 7 ут. Пока прохладненько. Сейчас она нагреется. И к тому же на косе всегда похолоднее водичка, потому что здесь очень глубоко. Тут же уже течение. Открытое море уже вот тут будет. И получится, что по прохладе здесь. А на Лимане и на детском пляже, ну везде на этих пляжах будет теплая вода. Она хорошо там прогревается. Девочки лайфхак, когда большая очередь. Смотрите, бюстгальтер под низ купальника одели. Быстро напяли. Все. Ты уже переоделся. И низ уже сейчас юбку одену. А потом снимать можно уже в лавке. Там пока, если вы в 3 часа дня будете переодеваться, вы в очередь и можете час простоять. А так мы уже переоделись и пошли, пошли. У нас такой вопросик. Не вопросик, а комментарий. Приветик. Сегодня пятый день. Кефирный. На диете, любимая. Держу. Осталось всего 2 дня. Девочки, вы молодцы, потому что очень сложно. На диете любой сидеть. На любимой тоже сложно сидеть. На диете. Очень сложно. Особенно вот эти пятивые дни, они очень сложенучие. Я помню, кефирная как раз и день кефирный. Напишите свои ответики, пожалуйста. Вот когда вы закончите, что у вас за 5 дней произошло? Или 6? 6? Сегодня пятый день. Да, еще 2 дня. Неделю вы, видимо, сидите. Что через неделю, какой отвесик будет, хоть килограммчик-полтора. Но если вы долго худеете, девчата, много, и это я просто всем рассказываю, много уже от диет ожидать не стоит. Может быть и вообще за целую неделю 500 грамм отвеса. И то это хорошо. Это уже будет хорошо. Особенно если когда был уже застой, идет плата, то может вообще 300 грамм быть. А если вы только сели вообще на похудение, начали заниматься до 5 и 6. Как раз могут все шлаки уйти за эту неделю. Вот как раз там 3, 3 килограмма, это вообще стабильно. Вот если вес у вас 100-120, как у меня был, за такую диету первый раз, если вы вообще начинаете разгрузку с этого, то 3 килограмма в легкую уйдет. Это просто супер. Девчата, мы хотели... Мы не подстрекаем никого на диеты. Просто девчата, кто сидит, это ваше решение, и мы вас держим кулачки. Да мне надоело вот эту отмазку все время говорить. Девчата, я подстрекаю на такую диету. Нет, я не подстрекаю. Просто может потом заживо случиться после этих диет. Девочки, вы пока худеете, попробуйте все сами. Не слушайте ни один совет. Вообще в жизни не слушайте ни один совет. Головой вот так помахали и пошли дальше. Вот тогда все получится, и вы всего добьетесь. Живите всегда своей головой. Только своей головой. Я подстрекаю, потому что если вы попробуете, вы потом, например, не будете делать эту ошибку уже. А кто-то, кто попробует первый раз, у него будет как хорошая разгрузка первая. Очищение кишечника хорошее будет. Вот если вы с этого худеть начнете. Вот с понедельника, девчата, вот кто просто смотрит и бесконечно ест нас. Ну, я раньше так делала. Я худела так и смотрела вот такие похудательные каналы. Если вы начнете с понедельника, и вы за неделю, у вас такой получится стимул. Вы сбросите 3 килограмма за первую вот эту диету, и вы начнете, войдете в колею похудания. Ну, мне это помогло. Вот такая вот, например, первая разгрузка самая. Она такое вдохновение даст. Легкость телек, кишечники, потому что он очистится. И вы начнете даже зарядку, сами начнете делать ее, вам захочется. И что-то я хотела сказать и забыла. Вот с этим, начала со спорами с этими, да? Да, мы сейчас побежим, уже в лагерь надо. Доброе утро. Доброе утро. Нам сейчас уже в лагерь надо бежать, и оно отвозить. Я побегу на работу, потом Светочка ко мне подсоединится. Да, я ее в лагерь отвезу и прибегу на работу. А, я самое главное хотела сказать, девочки, приезжайте отдыхать, в город есть. Здесь очень классно, но нам здесь нравится. Есть, которые плохие люди, комментарии могут написать. Девчата на вкус и цвет тоже товарищей нет. Бывает, людям на Мальдивах что-то не понравится. На всех не угодит. Да, на всех не угодит. А мы счастливы, что мы переехали в этот город и живем. Мы с Леська. Мы давно-давно приехали. Да, с Урала. И те, кто... Да, с Несива-Тагила. Люди есть местные, которые не ценят... Это... Да. Многие люди не ценят того, где они живут в раю, в настоящем. А мы очень благодарны судьбе, что мы здесь оказались. Так что, девчата, приезжайте сюда отдыхать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok